Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях в нашем пресс-центре участницы группы «Армия Света» и «Райвеста». Всем привет! Мы постараемся сегодня ответить на все ваши вопросы и надеемся, что наше общение будет очень интересно. Начнем мы с вопроса, который очень интересует наших читателей и ваших поклонников. Расскажите о новом составе группы и почему коллектив покинула Вера Варланова. У нас год так начался очень, скажем так, интересно. Группа покинула Верочка. У нее все хорошо. Покинула она по личным вопросам. По любовным вопросам. У нее был выбор между личными отношениями и карьерой. Мы абсолютно не стали против этого правильного стоять. Жалко, конечно, но мы за любовь, за гармонию. И самое главное, что человек был здоров и счастлив. Какие-то конфликтные ситуации с Верой Варсьмой? Нет, мы общаемся, все хорошо. А тогда расскажите о новых участницах группы, где вы их нашли. Был ли какой-то кастинг в группу? У нас 9 января был такой большой кастинг в группу. Мы выбирали танцовщиц. Мы сразу не сказали, что это будет и как это будет. И долго выбирали, долго думали. Мы пересматривали видео. Выбрали двух девочек. Но это больше для того, чтобы усилить наши концертные шоу. Мы решили немножечко усовершенствовать нашу концертную программу, добавить больше хореографии, еще больше, скажем так, хореографии, энергии. Поэтому мы, как говорила, Светочка взяли двух девочек. Но посмотрим, мы присматриваемся, потому что это еще не стопроцентное наше решение. Мы не знаем. Мы сейчас в поиске. У нас есть наша троица. И как будет дальше, посмотрим. Для нас важен просто не только профессиональный рост, но и, конечно же, человеческие качества. Поэтому мы смотрим и работаем. Да, очень сложно. Очень сложно подпускать близко к себе новых людей. То есть мы уже вместе 8 лет. И нас уже обожгли, скажем так, раз, и есть. Поэтому мы очень такие сейчас очень осторожные. Но то, что сейчас вырисовалось, мы сделали новое концертное шоу. Сняли видео, которое уже можно посмотреть и в интернете, и на музыкальных каналах. Вот. Ну, посмотрим, приходите на концерты. Я думаю, что вам понравится, потому что мы все полгода усердно над ним работали. Вот. Поэтому... А чем именно эти участницы смогли вас удивить? Возможно, чем-то на кастинге, там, внешними данными, хореографией? Да. Сложно было. Пришло их так много. Они все красивые и танцуют хорошо. Но мы хотели, знаете, чтобы какой-то изюминка была, чтобы они были какие-то даже странные, может быть, да? Поэтому мы выбирали самых таких необычных, неординарных, да. И надеемся, что все будет хорошо. Время покажет. Время покажет. А вы не думали, чтобы взять группу девушек другой национальности, возможно? Это очень сложно. Честно думали? Знаете, менталитет. Менталитет. Девушки другой национальности приходили на кастинг? Ну, зевки были, но не приходили. Нет, не приходили. Ну, одна вроде бы и армяночка приходила. Да. Ну, сложно. На которых очень мало, и чтобы они еще были талантливые. Вот. Поэтому... Чтобы мы смогли изменить общий язык. И не подошли нам. Но вы быстро с ними сработали, с этими девочками? Да. Ну, пока... Ну, не делали, да. Да, да. Достаточно быстро, но все равно... Они выполняют свою работу, они знают свою работу, знают свое место. И как бы поэтому все хорошо. Но они абсолютно не тоючие, да? Нет, они танцуют. Они только танцуют. Они танцовщицы, а мы три солистки. И мы танцуем тоже, конечно. А какие-то советы давали участницам? Как себя правильно вести на сцене? Вообще выступление уже было? Да, у нас было выступление в Дворце спорта. На музыкальном фестивале. Тоже можно скоро будет встретиться по телевидению. Ну, какие советы? Что ты давала, Света? Ты давала советы? Главное, вот... Самый, наверное, главный совет это... Танцевать. Не думать о каких-то посторонних вещах, да? То есть... Влиться в песню. Влиться в этот образ. Почувствовать, да. То есть не играть, а жить. Ну, и самое главное, мы сказали, что мы должны быть одним организмом. Потому что мы очень долго проработали в одном составе. И мы действительно очень-очень были близки в плане творчества. И вот мы очень хотим, чтобы это получилось у нас и с девочками тоже. Но опять-таки время покажет. Да. Ну, это всё процесс. Это всё процесс. Поэтому, конечно, мы даём какие-то наставления, общаемся с ними. Просто, вот, например, нам очень легко друг с другом. Почему? Потому что мы можем даже не говорить. Мы посмотрели, и мы уже поняли, о чём, как постановки проходят у нас тоже быстро. Мы будем движения одинаково. Какие танцевальные. Мы понимаем друг друга, когда идёт работа над каким-то новым материалом, над новыми песнями. То есть нам легко учить. С девчонками, конечно, немножко сложнее. Потому что это совсем, это, знаете, как инородное тело. То есть они пришли, и нам, мы даже не думали, что нам нужно столько моментов объяснять. То есть мы всё вот так вот по полочкам говорим. Тут так, тут надо танцевать. Здесь нужно промолчать. Здесь нужно говорить. Ну да, это общение. Ещё, конечно же, сказывается наше отношение к своему делу. Поэтому, конечно, мы всё проговариваем. Потому что мы фанатички. У нас должно быть настолько всё чётко. Всё, что было с одной ноги. Поэтому мы на самом деле не понимаем людей, которые говорят, ой, а сколько, а мы ещё будем долго так репетировать? Мы не понимаем, как там долго репетировать. Нет времени. Ты должен прийти и делать. И пока работа не будет на 100 миллион процентов, ты не уходишь с зала. Понимаете? То есть вот это наш подход. Это армейский подход. Многим им тяжело. Тяжело. Поэтому мы посмотрим, если девчонки выдержат это, они будут с нами. Если девчонки не выдержат, мы будем что-то думать. Будем дальше искать. Токан, школа. Армейская школа. Так что, девочки, приезжай приходить на кастинге, знаете, что... Подумайте. Нет, всё верно, потому что мы за хороший результат. Мы за хороший результат. Мы за качественный продукт. Мы не пришли там. Мы не приходим на тренировку, попить кофе, поговорить и уйти. То есть у нас стопроцентная дача. Да, мы бывает, приходим домой вечером, мы уже ничего не можем делать. Часто задают нам вопросы, какое у вас хобби или ещё что-то. У нас нет сил. Мы полностью всю душу ворачиваем. Всего ворачиваем. Наше творчество. Сейчас тем более, когда это создаётся новый проект. Сейчас кто-то... Да, если ли заплачет. Какой что-то плачет. Я же сидишь в секрет души. Я же смотрела на всему миру. Так говорите, да. И высказывает сразу. Сейчас сидит, он там за кадром и плачет. Кто плачет? Не плачет. Не дождяйся держаться. Давайте пока вопросы читателя. Лиля пишет. Почему такой формат? Лиля. А, Лиля. Почему такой формат? Почему там сообщества девушки, а не парни? Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Не задумывались. Задумывались. Задумывались, но... Как бы так сказать. To be coming soon. Коминг soon. Мы, возможно, происхоримитируем. Всё возможно. Мы думаем. Мы вот пока думаем. Мы ищем. Мы начали станцовщица. Да, просто так как мы за всю свою историю... Всё-таки женский проект, да. То есть, мы захотели в этот раз ещё больше усилить наши танцевальные дела, так скажем. Мальчики тоже могут танцевать. Да, мальчики могут. У нас может быть всё. Поэтому... Посмотрим. Посмотрим. Кто выдержит, тот и будет с нами. Да. Мальчик, девочка, неважно. Неважно. А, кстати, вы сказали, что вы уже вместе 8 лет, а вы вообще друг от друга не устали? И конфликты часто были за 8 лет? Дравились вот так. Ну, конечно, конфликты. Ссорились. Ну, не дравись, но конфликты есть, как и везде. Знаете, в любой семье, да, будут конфликты, споры. Тем более мы девочки. Все со своим характером. Да, мы очень эмоциональны, творческие. Поэтому... Ну, в основном у нас все ссоры возникают по поводу, возможно, творчества. Даже не ссоры, а споры. Споры, да. Но, знаете, мудрость... Видите, мы здесь втроем сидим, значит, все у нас хорошо. У всех, кто остался, да. Значит, у нас у троих все хорошо. У троих. У троих. Самостойкие. Самостойкие. Знаете, вот интересно работать в команде. Легче работать, когда ты какой-то сольный, наверное, исполнитель. Да, то есть ты себе идешь, ты никого не слушаешь, на тебя, наверное, только внимание, да. А когда ты работаешь в коллективе, ты должен искать компромисс. Вот. И я счастлива, что мы друг друга всегда находим. А с бывшими участницами вы общаетесь, поддерживаете отношения? С той же Юлией, как Тараза, которая... Да, 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 кстати, да, мы всегда поддерживаем. Сейчас в соцсети, знаете... Это очень хорошая Юлия. Всегда знаем, кто где. Ну, не то, чтобы мы прям там дружим, у нас нет времени, у них нет времени, как-то так. Но мы не в плохих отношениях. То есть мы в хороших отношениях, мы лайкаем друг друга. Если вдруг на улице пересечемся, всегда попьем кофе. Да, да, да. Не так давно мы ее видели. Да, Юлю, кстати, видели недавно. У нас доченька. Взрослая. Она такая доченька уже. Взрослая. А я помню, когда она была беременна. А я помню, что у меня животик еще. Приятно за бывших коллег всегда, да. Тайя пишет, спрашивает по поводу нового клипа «Я не твоя». Как вообще? Где снимали? Какие-то были казусы? Судя по фото, образов было очень много. Да, действительно, было очень много образов. Мы снимали на арт-платформе. Наш режиссер Максим Дилиги. Было очень интересно. Всегда у нас на съемках клипов возникают какие-то казусы такие. Вот в этот раз, конечно, мы столкнулись с проблемой холода. Было очень холодно. Но мы... То есть, знаешь, холодно было и на предыдущем клипе, да? Другой. Но вот именно с этим клипом как случилось? Нам показывали фотографии, что говорят, вот, девчонки, у вас будут условия, у вас будет гримерка, у вас там все будет хорошо. И мы как-то, да, наверное, не учли этот момент, что может быть просто пронзительно холодно. Я думал, боже мой, наконец-то клип будет в хороших условиях. Да, и, конечно, когда мы пришли на площадку и поняли, что все, что тут там просто такой пронзительный холодно. Нет, у нас было очень много УФО, обогревателей, но когда мы начали подключать, начало выбивать пробки везде. То есть, ну... Ну, такое бывает. Ну, ничего, мы справились. Съемки были очень долгие, с 9 утра до 9 утра, то есть сутки. У нас даже одна девчонка, одна освещица, не выдержала. Девочка не выдержала. Она сошла с дистанции, был конец, в слезах. Ну, видите, вот опять-таки мы говорим, что эта работа не для... Мы здесь не отдыхаем, мы не на курорт приглашаем к нам в команду. То есть, если вы с нами в команде, то вы просто должны работать. И чтобы заслужить место у нас, тоже нужно просто работать, проявлять себя и хоть, ну, показать себя. Тогда... Да, мы постоянно... Добро пожаловать! Мы, наши двери в группу «Армия» открыты для личностей творческих, преданных. Постоянно работаем над своим качеством, поэтому и этот клип будет такой очень интересный. Уже есть. Да, вы можете его увидеть. Да, да. Поэтому смотрите, комментируйте. А когда снимали, что было? Ну, мы снимали в начале марта. Нет, в начале марта, но там даже было холоднее, чем на улице. Мы на улице греемся. Поэтому... Ну, это очень, 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 очень. Очень, очень, очень. А, кстати, как есть, съемки клипа вам запомнились больше всего. У вас, может, какие-то были самые тяжелые? Да, она и есть. Независимая. Независимая. Это, конечно... Чего только там не было. Там тоже, кстати, было... И где мы снимали? Да, где мы снимали. В павильоне. В павильоне. В павильоне тоже огромный. Холод был, и нас было. Ну, что нас сгрело, это 30 оголенных мужчин. В трусах. В трусах. Нас грело, им было холодно. Они, наверное, тоже заминают этот клип. Да. Ну, они молодцы, кстати. Потом тоже выбивала технику. В 4 утра мы чуть ли не потеряли всю информацию, которую снимали практически сутки. Чуть не сгорело. Да, все видео. Это было первый раз за всю историю, да? Да, потом у меня случилось замыкание... Ой, это самый страшный момент. Не замыкание. Не замыкание. Зашемление неркла. Зашемление челюсти. В челюсти. Меня парализовало на полу лица, не могла дышать. Я просто очень устала и зимнула. Чего? Зимнула. Просто зимнула. Девочки начали кричать скорую, скорую. Это было страшно. Это было страшно. А мы еще были... У нас там образы... Мы были перебрентованы. В крови. В крови, да? Ну, вы, наверное, видели клип, да? И как раз вот в этом образе у Иры случилась вот эта вида. Меня повезли в больницу в таком виде. В таком виде, то есть, да. Мы хотели, мы за ней. Мы побежали за ней. Мы побежали за ней. Говорим, все, мы тоже едем в больницу. Нас там директора останавливали. Говорят, девочки, вы не едьте никуда. Сидите здесь. Вы что? Ну, самое интересное, что я в таком виде только переступила шаг в больнице, и у меня все прошло. То есть челюсть встала на место. Челюсть встала на место. Я захожу, все ручно меня смотрят. Они учили меня уже не в реанимацию, но я все в драматологию. Я в драматологию, да. Я как раз в драматологию, я села, я говорю, ребят, все, ну, все, я здорова, все, спасибо. Приехали и начали снимать дальше. Сразу с больницы поехали. Да, сразу, иначе продолжать. Я же говорю, что у меня там, в принципе, ничего врачи не делали, я зашла, вот так, я помню, что так я ногу ставлю на порог в больнице, у меня челюсть становится на место, все, у меня все проходит, но врачи меня уже увидели, и наш менеджер, наш дизи-директор, менеджер привез с меня, а не на него, я в крови стою. Просто что-то у кого-то, что это были съемки, что это артист, да, смех и слезы, в общем, да. Вернулись и продолжили. Да, продолжили сниматься. А травм много получали? Ведь у вас в клипах разные трюки, хореографии, чуть-чуть сложные. В ладку, вы знаете, не получали, да. Ну, бывают там какие-то ушибы, там еще что-то. Бывает, что мы неделю не ходим, но не, не, бывает. Такое даже было? Ну, да, растяжение связок. Было, было, на сцене растяжение связок. Выносили, бывало, со сцены. Знаете, что у меня? У нас было там четыре концерта в день, ну, в один день четыре концерта, на четвертом меня уже вынесли, у меня колено отказало, мне не спал. И я потом месяц, девочки, без меня лежала просто. Как раз перед Новым годом, было очень много концертов. Ну, ничего, видите, дождались, они меня дождались. Ну, первое время вам, наверное, было тяжело, да, на работе? Хотелось, наверное, тоже бросить, начать заниматься чем-то другим, ну, были такие моменты? У нас в команде, вы имеете в виду? Ну, да. Да, чем-то другим заняться, бросить руку. Нет, нет, вообще не было. Даже после травмы не хотелось броситься? Нет, нет, нет. Наоборот, я помню, прости, я помню, как у Иры была травма, и она стояла и смотрела на нас с такими глазами. В этих глазах был, боже, как я хочу вернуться в сцену. Вообще таких мыслей не было. Вы знаете, это наркотик, это надо жить просто. Это призвание, мы это любим, и мы не представляем просто свою жизнь без этого. Жаспеда плачет. Вы не сняли. Вопросы читатели, Женя пишет. Очень понравился ваш новый клип, картинка супер, смотритесь потрясно. Как вы держитесь в такой прекрасной форме? Ой, это постоянные тренировки. Ну, мы уже вначале говорили, как много мы работаем. Да. Да, мы очень любим фитнес-тренировками, да, заниматься. Да, мы, честно, мы... Света, допустим, очень любит бегать. Да, так же. Среднее время. Очень много. И, знаете, это... Бегает. Я раньше просто не могла даже... Выходим, да. Ну, мы выходим в спортклуб, у нас, ну, хореографические репетиции, плюс генетика, наверное, плюс мы счастливы. А счастливые люди, они всегда красивые. У них всегда есть силы. Да. Да, девушки, так что, знаете, если вдруг у вас какие-то проблемы и плохое настроение, вы должны идти не в сторону холодильника, а в спортзал. 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 Спортзал, да, это наш совет. Да. Или жёстких нет у вас нет, да? Нет. Жёстких нет. Знаете, вот надо себе позволять что-то. Потому что если мы ещё себе не будем позволять в тортиках... Ну, жарко, сладко. Да. Какая слабость. Да. Ну, ночью, ночью, ну... Ночью бывает. Бывает. Ну, когда на гастролях, то после концерта, это лучше этого вообще ничего. Мы собираемся все вместе и кушаем. А также, конечно, мы любим, когда вот каждый день между репетициями, это днём, это... У нас просто традиция, да, мы должны прийти, чашечку кофе, какой-то кофе. У нас даже есть такое место. У нас просто как раз было репетиционный зал, прямо после кондитерской, понимаете? Ну, как? Они что-то знали. Мы оттуда просто не выходим, да, бывает, долго сидим. Так что балуемся. Судяшки, но мы не говорим о том, что нужно кушать много пироженок, нет. Нет, всё в норму. Всё в норму. Нет, нет, всё в норму. Всё в норму. Всё в норму. Баланс должен быть баланс везде, во всем. Можно всё, по чуть-чуть, всего, ну, по чуть-чуть. А такой вопрос. Вы никогда не думали записать какой-то общий трек с какой-то женской группой? И вообще, какую женскую группу вы считаете своим конкурентом? И у вас... Интересно, мы даже, да, мы об этом не думали. Мы не столько всегда целенаправленно, наверное, что это конкурент. Меня мы всех любим. Любим, да. Нет, зачем записывать какой-то там дуэт с женской группой? У нас и так много, да? То есть давайте мужскую рассматривать. А такой пример, какой по казаке, танцующий парни? Ну, казаки, да. Три на три тоже. Три на три. Три на три и массов. Вот вы нам прям... Мы так знаем. Света, например, очень хорошо знает основателя группы. Она с ним привела пол детства. Да, из этого города. Поэтому... Олег. Так что мы дружим. Олег, ты знаешь, кому звоним. Мы уже по парочкам разобьемся. Три на три. Поддержка. Поддержка. Да. Мы за любой кипиш. Почему бы и нет. Такой вопрос. Есть у вас истории, связанные с вашими поклонниками? Возможно, вы какие-то там подарки необычные получали. Да, есть у нас. Какие-то выходки, например. Что вам запомнить больше? У нас и странные. У нас очень интересные поклонники, если честно. От А до Я есть. Есть и позитивные, а есть и странные кадры. Страшные, надо выходить на сцену. Боишься выйти на сцену. Но самый такой у нас есть приятный подарок от поклонника. Это песня «Я тебя люблю». Нам подарили ее на День Святого Валентина. И это было, конечно, очень приятно. На День Святого Валентина, да. Признание в любви, да. Для нас. Это, наверное, самое такое... Ну, есть, конечно, поклонники-маньяки. Да. Которые преследуют нас и в соцсетях, и на концертах. Вот перед концертом запугивают. Да, мы не будем там говорить имена, фамилии. Но бывало, что мы думали уже даже подать. Ну, судиться хотели даже с некоторыми. Да. Но девочки добрые, поэтому... Ну, с нами лучше не шутить. Так, а что эти поклонники делали такого страшного? Ну, вот именно, что пока слава не дошла, но запугивали. Запугивали, под сценой стояли, знаете, как в фильмах ужас. Когда у тебя речи теряешь, слава сбываешь песни. Я помню, что мы как-то выступали на какой-то площади, и было много милиционеров, тогда еще была милиция или полиция. Да, то есть охранников. И вместо того, чтобы нас охранять, то они, помню... Люди просто нашли кидаться на нас. Да, люди начали кидаться, и они с ними. Да, они прямо так за волосы, ну, вот так вот, они хотели до нас дотронуться. И мы с ним сюда... И мы с ним сюда, чтобы защищать. Они тоже на нас кидали. И на нас кидали, но... Я помню, что даже... Это было страшно. Да, да, да. Ну, и ничего, мы же... Мы же не зря, не зря же мы столько тренируемся. Мы все локтями, руками. И как-то, как-то с Божьей помощью туда... Нет, мы счастливы, что у нас есть поклонники хоть какие-то. Нет, у нас, в самом деле, не какие-то, а у нас, в самом деле, очень хорошие поклонники. Безумно мы их любим. Это шутка. Мы очень любим, просто очень... У нас невероятные поклонники, которые нас, бывает, так защищают, даже сидят, отстаивают. Да, мы следим и все видим. Спасибо вам. Спасибо огромное, да. Нам очень приятно. А что, кроме песен, еще получали какие-то подарки? Или только песни, и все? Песни, ну, из такого, что это... Ну, цветы, игрушки, много игрушек. Конфеты. Картины, конфеты. Сатуэтки какие-то, то есть, ну, такого, что... Портреты, да. Картины. Ой, да, красивый картины. Торты, печеньки. А это примутся, да? Придутся, да. Я помню, знаю, что мы любим сладенькие. Да, даже на сцену кидают. По-моему, мы выступали тоже на Новый год на площади. И узкой палками колбасы вот так. Мы все таки делали. С бандеринами. Я помню, тоже, это был этот четвертый концерт, или пятый даже. И уже было 4 утра, и у нас девочка, у нее уже нет в коллективе, она начала засыпать. Она на медленные песни начала просто засыпать. Но это было давно, это было 80 лет. Это было давно, да, да. Сейчас никто не спит. В начале, да. И в нее колбасу и разбудили. Было смешно, конечно, очень. А торты не бросали? Нет, только не бросали. Нет, только не бросали. Только не бросали. Слава. Была, честно, такая смешная история, когда выбежал мужчина, лег на сцену. И разделся, да? И разделся. Просто голого. Да, ему так захотелось. Ну да. И вот голый лежит, и мы стоим на него смотрим, а он прям голый вот так лежит перед нами. Разная была, конечно. Ну что, мы артисты такие, что мы все принимаем. Ну да. Да. Да, конечно. Если к этому можно подходить серьезно, то можно, конечно, лучше пойти на базар торговать. Иногда. А замуж не звали, возможно, поклонников? Так каждый день звали. На свиданиях его сейчас. Каждый день зовут. Не ходили бы, да? Нет. Честно, вот честно, нет. Вот если бы ходили, признались бы, не ходили к поклонникам. Ну, с фанатами, которые пишут в соц. сетях. Ну, отвечаем. Отвечаем, отвечаем. Фан-встречи делаем. Бывает. Давно не делали. Да. Бывает, они нам делают встречи. Они видят, что мы не успеваем, не знаю. Вот мы к вам сегодня организовываются, приходим, а нам встречали, да, девочки, фанатки. Кстати, какие-то героические поступки не совершали? Или серенады под окнами пели? Флотники? Ну да. Не именно творчество, а именно ваше. Ох, ну так интересно. Знаете, у нас в Украине они более-менее адекватные, сдержанные. То есть они у нас какие-то воспитанные. Мы, например, вот ездили, летали в Чили, в Южную Америку на фестиваль. И там, конечно, там было нам сложно, потому что там не повернуть. Вот мы сидим, и там овраг, да, со скалы вот так вот ты сидишь пьешь кофе. И как он оттуда, я не знаю, вот так камера вылазит вот так вот у тебя. Где он там на скале висел, и на обрыве. То есть мы до сих пор, конечно, не забываем. И они вот там такие немножко сумасшедшие. Понимаешь? Да, у нас, кстати, еще более-менее стеснительные. Да. Они так считают. Они же поймут, подойти, не подойти, а можно вот. Они подойдут, и если сфотографировать можно, или с вами сфотографировать. Потому что, да, я помню, что мы как-то тоже гуляли и кругами вот так ходили. Поклонники. Ну что, через час. Давай сфоткаемся уже. Через час уже мы подошли, говорим, давай сфотографируемся. Ну что же ты видишь? Ходит, ходит кругами. С альбомчиком, да. Сергей пишет. Дорогие девушки, близится 11 мая. Это день рождения независимой группы «Армия». Будете ли отмечать и, возможно, есть какие-то планы? Ой, планов, кстати, мы еще… Не до планов. Сейчас нет. Сейчас, да, не до планов, но мы обязательно как-то отметим. Вот я помню очень классно, мы погуляли в прошлом году. Мы в это время были в Турции. Но мы тоже не планировали. Мы тоже не планировали. Да, это был сюрприз. И нам сделали, да, сюрприз. Наш менеджер, да, с персоналом в отеле. Они там приготовили торт. Закрыли стол. Закрыли стол. Закрыли ресторан. Только мы там сидели. То есть это было безумно приятно. И мы до сих пор стоим. В этом году мы от нашего персонала тоже ждем какого-то сюрприза. 11 мая очень близко. Отвезите нас куда-то. Отвезите. Кстати, день рождения друг друга вы тоже вместе отмечаете? Да, помню. 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 Да, мы отмечаем. Конечно, да. Ролики друг другу делают. Записываем видео. Мы такие вращенки. Да. Мы записываем видео, где там клипы друг другу. Да, да, да. Это, конечно, не для взгляда публики поклонников. Мне здесь слабонервных. Но это такие интересные и смешные видео. Там бывает Тарантин отдыхает в этих роликах. Да, да. Может через лет десять покажем вам это эксклюзив. Вы можете сделать потом канал в ютюбе. Да, это будет очень рейтинговый канал. Вот мы думали об этом. Мне кажется, вот тогда это будет взрыв. Восемнадцать дней, наверное. Потом, наверное, уже сорок плюс. Любим друг друга. Поздравляю!